Всех приветствую, друзья мои. Сегодня у нас на обзоре шикарный телефон от компании Doogee S98 Pro. В данном моменте у нас комплектация Pro-версия, телефончики. Чем характерен данный телефон? Ну, вообще, в нём топовая начинка. Процессор G96 на 12-нанометровой технологии. Также у него тепловизор встроенный, улучшенный тепловизор, 25 кадров в секунду снимает, увеличенные пиксели, совмещенный микс, это я вам всё покажу. Также на данном телефоне 40-мегапиксельная камера у нас от Sony заявлена. И ночная камера ночного видения, 20 мегапикселей тоже от Sony. ИК-подсветка есть, ну и просто отличный фотоаппарат на данном телефоне. Сейчас что мы делаем? Мы сейчас распаковочку вам покажу, как комплектацию вообще. Потом мы его протестируем в фото, я покажу качество фото, как снимают видео. Данный телефон снимают в 2 и 7К. Замечательно. Ну и расскажу про его характеристики, съездим его на влагозащищённость, проверим, посмотрим, как он себя ведёт. Телефон мне сразу же, скажу, понравился. Не Кирпидон Иванович. Всё, можно пользоваться стабильно, как обыкновенный мобильный телефон. Он лёгенький, компактный, ну компактный его, конечно, не назовёшь, но он не толстый. Он не толстый, лёгкий, в карман бросишь, можно пользоваться на каждый день. Отличный экран, 6,3 дюйма. Разрешение 2340 пикселей на 1080 пикселей. Замечательная, отличная камера. Так что поехали, распакуем и протестируем. Погнали. Сейчас вы увидите комплектацию из коробочки. Нам вместе пришли вот такие подарки. Давайте сразу же посмотрим, что здесь от компании Doogee у нас. Оп, оп, хоп. Здесь у нас песня. Dear friend, thank you for your interest in our door. Doogee S98 Pro. Спасибо. В общем, кто в английский знает, почитайте. Спасибо за интерес к нашему Doogee Pro. Мы не будем, в общем, даваться подробностей. Письмецо. На паузу поставьте, почитайте. Благодарность от производителя за выбор данного аппарата. Вот в такой он упаковочке идёт. Под сургучем. Замечательно. Дальше. Здесь у нас ещё один подарок от Doogee. Не знаю, если вы приобретать будете. Будет это, у вас не будет. Или это только людям, которые... Или мне только они послали. Не знаю. Точно не могу сказать, но шло вместе с телефоном. Кто видел распаковку посылок, тот видел. Между прочим, есть комплектация с часами. Может, часы пришли. Есть комплектация без часов умных. Так. Запечатано всё добротно, друзья мои. Задержу вас на распаковочке. О-о-о. Очки. О-о-о-о-о. Юля, тебе очки пришли. Вот это да. Почему неправильно? А, вот так они. Я в них сфотографирую и вам покажу. Как пчела. Как пчела, да. Человек-оса и муравей. Вот это подарочек. Очки мы любим. Так. Отвлеклись немножечко. Это убираем. Сам телефончик. Так, очки положим на принтер. Здесь у нас что? Сейчас я вам расскажу по спецификациям. Телефончик данный очень интересен. Очень интересен. Особенно для меня. Здесь у него тепловизор идёт. Здесь у нас идёт... Сразу же ночная камера ночного видения. И 48 мегапикселей. Основная камера. Вот так вот он выглядит из коробки. Сразу же по комплектации давайте посмотрим, что у него. По комплектации видим, идёт у него инструкция на всех языках. Мануал, шмануал. Дальше идёт защитное стекло для наклейки. Показана инструкция, как термокамера. Ну, инфокамера, тепловизор, как работает. Они её термальной камерой называют. Так я уж путаюсь. Здесь чехольчик. Вот такой прикольный. У нас для доставания лотка SIM-карт. Палочка. Есть у нас USB Type-C. Удлинённый, неудлинённый. Не могу сказать, нету под рукой. Провода иногда удлинённые делают. Стандартные не подходят. Ну и быстрая зарядка. Смотрите, какой блок здоровый. Здесь он поддерживает 33 Вт. Батарея данная 6000 мА у данного телефона. Можно зарядить данную батарею данным девайсом за 2 часа. 33 Вт. Ну, Quick Charge, тут все быстрые зарядки есть. 5 Вольт, 3 Ампера, 9 Вольт, 3 Ампера. И все спецификации. Зарядку не теряйте. Сам телефон. В клеёночке. Лоток от SIM-карт. Обратите, пожалуйста. Походу спарен. Можно 2 SIM-карты ставить. Да, 2 SIM-карты и карту памяти. Вот сюда, если оператор покажет. Замечательно. Так же и здесь видим. Ну и все спецификации. Засчитывание. Водоударопрочный. Американский стандарт. Milt STD 810H. Пылеудароводопрочный. Распечатываем. Телефончик. Давайте сразу же посмотрим, как сидит у него чехол у нас. Ха-ха, мари, он даже не портит чехольчик. Вообще классно, да? Чехольчик пока снимем. Да, снять его. Надеть проблематично, снять тем более. Еле снял этот чехольчик. Чехольчик сидит. Прикольно, между прочим. И толщину не придает. Смотрите, здесь паук нарисован. Я думаю, вот если эти очки. Это, наверное, с пауком что-то связано, да? Ха-ха, такие идут. Хорошо, что есть. Дальше, да, сразу же по телефону. Давайте пробежимся. Здесь у нас клавиши качельки громкости. Включение, выключение. Здесь у нас они нарисованы. Продублированы на стекле, когда вы на клиеночке будете снимать. Клавиша включения. Здесь сенсор отпечатков пальцев. Порог срабатывания 19 сотых миллисекунды. Вообще шустро, по заявлению разработчиков. Здесь у нас лоток для двух сим-карт. Давайте мы сразу же его... Секундочку где-то я палочку потерял. Достанем. Продемонстрирую и сам посмотрю. Вот этой вы должны... Оп. И посмотреть. Видим, что идет у нас лоток для двух сим-карт. И карта памяти. Вставляется. Не надо уже там что-то химичить. Видим, что все прорезинено. Вставляем на место. Оп. Все. Все простенько. Дальше. Многофункциональная клавиша. До трех приложений можно назначить. Алюминиевые вставки. Приятный софт-тач прорезиненный. Здесь у нас видим два микрофона шумоподавления. Микрофон разговорного. Для разговора. Здесь у нас динамик стоит. Здесь у нас заглушка под USB Type-C. Углубленная. Может стандартной камере не подойти. Надо проверять. Самое интересное в данном телефоне. Тепловизор. Термальная камера. Называют его. Тепловизор. Он у нас на 25 кадров увеличенный пиксель. По заявлению разработчиков с прошлыми версиями. Тут все переработано. Идеально показывает четкость. Это мы проверим. Здесь у нас камера на 48 мегапикселей. От Sony. Вот у нас от Samsung 16 мегапикселей. Здесь 48 мегапикселей от Sony. Здесь 20 мегапикселей от Sony. Ночное видение здесь. Только не вижу где ночная подсветка. Но мы это проверим. Ночное видение. Здесь у нас камера фронтальная. Вижу кучу датчиков стоит вот здесь. Куча датчиков напичкана. Снимаем. Я чуть стекло, ребята, не оторвал. Защитное. Вот она, клеенка с этой снимается. Стекло уже одно. Ну, клеенку, если и старапаете, то убирайте второе стекло в запас. Сейчас мы его включим и продолжим. Когда вы включите телефон, перед вами вот такой интерфейс откроется. Интересно. Что мы видим? Сразу же все сервисы Google предустановлены. И это замечательно. Не придется мудрить с контактами. К камере мы чуть-чуть вернемся попозже. Здесь у нас все вывенесено на рабочий стол. Я так понял, что меню, главный экран. Давайте посмотрим по настройкам. Хотя, если покопаться, то, наверное, здесь можно будет меню сделать. Если нет, кому нужно меню, можно сторонний лаунчер поставить. И все. Пожалуйста. Дальше. Пойдемте в настройки и зайдем на борту. Android 12. Android 12. Процессор здесь у нас самый современный. G96. С частотой 2,1 ГГц на 12 нанометрах построены. Есть модуль NFC. Есть у нас беспроводная зарядка. Давайте сразу же проверим. Заявлена производителем. Беспроводная зарядка. Что сейчас редко ставят в телефоны. Все, пошла беспроводная зарядка. У меня на обзорах сейчас 4 телефона лежат. Единственный телефон, к которому вставлен. Беспроводная зарядка. Очень удобно. Я на своем пользуюсь. Я шнурами только передачи данных. И то по Wi-Fi на доске. Если большие объемы данных. Замечательно. Также быстрая зарядка. 33 Вт. Беспроводная зарядка. Беспроводная зарядка. 8 ГБ оперативы в данном телефоне. 250 встроено. Сейчас мы это проверим. В телефоне. Объем памяти занято. Сейчас у нас 11. Всего 250. Обновление системы. Видим, что менюшка у них своя. Очень удобный интерфейс. Версия S98 Pro. Эмейл адрес. Две сим-карты. Вообще все чуть-чуть. Android 12 на борту. Давайте зайдем. Посмотрим. Ставим на 12. Опачка. Готово. Ну и по меню в принципе. Видим, что батарея полная. Полные тут менюшки. Все переведено. Ну и есть ускорение системы. Можно все отключить приложения, которые вы не используете. Например, просто их заморозить. Да и все. По камере. Камера заявлена у нас 48 мегапикселей. Если фото, режимы. Зайдем, посмотрим. Здесь у нас режимы. Можно сразу же широкоформатную поставить. Видите, 48 мегапикселей. Блин. Секунду. Если 48 мегапикселей, то только 4 на 3. 30 мегапикселей Full HD будет. Full HD давайте поставим. Не вижу я здесь стабилизации. Давайте на видео сразу перейдем. Непонятно, есть ли тут стабилизация. Видите, по минимуму. Можно снимать в 2К у нас. Сейчас Full HD стоит. 720 VG. Ладно, пусть стоит. Ну, давайте в 2К поставим. Здесь у нас больше функций. Не вижу я. Стабилизации на данной камере. Наверное, отсутствует. Есть ночное видение у нас. Сейчас мы... Ночное видение. Видим, включается. Сейчас довольно темно. Только я не понял, где у него подсветка. И к подсветке я не вижу. Кто ей подсвечивает. Но это я в полную темноту зайду. Да, включается. Смотри. Вообще. Видно, что... Где-то подсветка, ребята, включается. А, вот она, где включается. Вот же она. Я думаю, где-то и включается. И фонарик, значит, здесь должен быть. Все понял. Ночное видение есть. Дальше. Включаем свет обратно. И, между прочим, ночное видение включается автоматически. Что есть, хорошо. Так, пока сюда положим, чтобы на экране хоть что-то было. Здесь у нас фото. Есть портрет. Ух, HD какой-то. У HD. Тоже, опять же, куча настроек. И еще режимы. Ночное есть. Гиф-анимация есть. Про режим есть. Панорама замедленно ускоренная. QR-коды снимать. Вот так. А на этом мы сейчас все проверим. Что касается по камере. Выходим отсюда. Из интересных функций, что здесь у нас есть. Полезные инструменты есть у нас. Компас. Герометр. Фонарик есть. Как работает. Интересно фонарь. Ха-ха. Смотрите, он как работает. Вот это да. Измеритель горизонта. Лупа есть. Тревожный звонок. Ответ. В общем, все инструменты. Дальше у нас есть. Игровая комната. Данный процессор, как игровой. Считается у него. Потому что железо мощное. Сейчас игру у меня нету. И. Поиграть вы сможете в любые игры на ультрах. Центр безопасности есть у нас. Так. Куда-то не туда. Подтвердить разрешение. Процент безопасности. Здесь оптимизация. Ну, типа антивирусника или защита телефона на 12-ом андроиде. Кэш почистить. Можете управлять телефоном полностью. Блокировать, замороживать инструменты. Дальше сразу же по умолчанию стоит детская комната. Здесь можете детей отключать всякие. Под пароль поставить. Я так понимаю, если ваш ребенок пользуется данным телефоном, чтобы он не лез в некоторое предложение. Или по времени выставить. FM-радио есть. Но она используется при подключении антенны. Так вот сейчас. Подключить наушники. Да, с наушниками. Только используется как антенна. Радио есть. Это что у нас здесь? Ага, это если вы для родителей покупаете с плохим зрением. Меню, видите, какое большое встает. Сразу же. Чук-чук. И большие иконки. Для людей со слабым зрением. Телефон данный, пожалуйста. Все. Вы можете в настройки идти. Можете зайти куда там, я не знаю. Часы, например. Да, тут настроить. Ну, большие иконки переходят. Делаются. Так. Как это отсюда выйти? Настройки. Выход из рабочего стола. Вот так мы выходим. Все на обыкновенный рабочий стол. Календарь. И все FM радио, опять же, заметки. Остальное поставьте с Play Market. Самая главная фишка данного телефона. Тепловизор. Друзья мои, вот эта вещь. Ждем, пока нагревается. Тепловизор. Кратенько сразу же по нему расскажу. Тут он улучшенный тепловизор. Сразу же его надо будет откалибровать. Видите, у нас картинка. Станция образами не совмещается. Ой, я отставить не сюда нажал. Заходим сюда. Здесь у нас можно микс сделать, чтобы было. Здесь можно сделать, вот видите, посмотреть, где-то сама станция у нас. RGB просто. И подсветочку. У нас микс. Но у нас, видите, смещено микс с этим. Вот этот ползунок берете и совмещаете. Если вам надо, чтобы было. Вот так. Дальше, смотрите, у меня сейчас паяльная станция включена. Опять же, видите, тут немножко несовпадение. Мы сейчас его подкорректируем вот так. Но мне миксом, я не знаю, я не люблю пользоваться миксом. Почему? Я люблю сразу же тепловизор один оставил. И вот. Сейчас паяльник нагретый у нас. До очень сильной температуры. Дальше, если мы перейдем к окну, видим стабилизатор у нас. Стабилизатор тоже стоит. Видно. Но можете, опять же, если хотите, на микс перевести. Да, вот здесь смотрите. Сейчас я вам покажу. RGB. Вот здесь у нас идет, видите, хром. И он будет отражаться как тепло. Хотя он у меня холодный. Но если мы включим подсветку, он как будто теплый. Это просто отражается, имейте в виду. На всем хроме будет отражаться у вас. Все. Рука. Но это мы сейчас поснимаем. Вот такой тепловизор. Один раз он меня тут спас. У нас розетки горели. Я только с тепловизором и нашел. Видим, как паяльник работает. Вообще вещь. Для хозяйства, кто там понимает, для чего. Эти утечки тепла искать. Всякие ерунду. Там проводка, если где-то у вас греется. Посмотреть сразу же. Потом, например, вот у нас есть стабилизатор. Смотрим. Ой, стабилизатор. Выпрямитель. Как он греется. Насколько. Где тут короткое замыкание. Где что. Вообще штука удобная. Тепловизор вещь. Выходим из него. Ну, тут куча есть настроек. В принципе, позже может покажу. Что касается данного телефона. Пойдемте потестируем ее. Давайте примеры видео. Видео будем снимать в 2 и 7к. Покажу. У нас пасмурно, между прочим, сегодня достаточно пасмурно. Так что, сами смотрите, как он в пасмурную погоду снимает. Погнали. Колония муравьев живет. Вот это да. Видео. Качество сами зацените. Сейчас у нас идет в 2к. Небольшой дождик. Пример ночного видения. Сейчас подполье вообще темно. Видим, как снимает камера ночного видения. Это там у меня продухи. Там у меня в подполье. Вот так снимает камеру ночного. Тут вообще глаз выколи. Темнота сплошная. Это что такое у меня? А, это у меня станция стоит. Я вот ничего вообще здесь не вижу. Видим, что бьет далеко. Так. Сейчас я себя попробую показать. Глаза, наверное, у меня будут светиться, да? Здесь вот два датчика стоят. Светятся, я вижу. Нормально. Оп. Оп. Все. Пример показан. Показываю работу тепловизора. В реальных условиях. Открываем капот. Включаем наш тепловизор. Я сейчас видео с него сниму. Долго прогревается. Включаю тепловизор. И посмотреть в автомобилях, где что как. Проводка иногда бывает греется. Сейчас у меня он откалибруется. Все. Откалибровался. Так, фоточки, да? Пошла видеозапись. Смотрим под капот. Видим горячий двигатель. И можно что поделать. Посмотреть, например, проводку, да? Замкнут у вас аккумулятор или нет? Видим, что здесь у нас горячее все. Дальше, опять же, посмотреть по проводам. Где что греться. Перейти, посмотреть самые горячие места. Видим там у нас за насосом. Опять же, печки идут. Все замечательно. По двигателю видим. Посмотреть, да? Где что перегревается. Где самый большой перегрев. В каком состоянии жидкости. АБС. Опять же, все температуры показаны. Видим, радиатор горячий. Так же на человека, если навести. Видим человек, как выглядит. Вот так вот это выглядит. Для чего? Где-то диагностику делать. Проводочка. Если у вас там, например, блок разобрали, да? Греться там. Катушка какая-нибудь. Сразу же через тепловизор вы это все увидите. Одна из применений особенностей теплопотерей в доме. Зимой я вот искал тоже. Смотрел. Сразу же все углы видно, где просвечиваться. Где что. Штука хорошая. Впрочем. Вещь. Данный телефон у нас позиционируется не только как тепловизор, ночное видение. Так же он у нас позиционируется как удароводопрочный. Пылезащищенный влага. Моделируем ситуацию, чтобы его... Ну, не забываем, конечно, заглушки закрывать, да? Данный телефон воды не боится. Ударов не боится. Бросать мы его, конечно, не будем, но если из кармана у вас выпадет, может под водой находиться до 3 метров 30 минут. Так же падение с полтора метра ему ничего не грозит. Если вы упадете случайно с ним в воду, выпадет он у вас из кармана или еще откуда-нибудь, то все будет чётенько, все будет работать замечательно. Есть режим подводной съемки. Опять же. Хорошие телефоны, защищенные, небольшие, очень удобные. Мне нравятся такие. Вот такой у нас телефончик сегодня на обзоре. Ну, для кого такой телефон? Радиолюбителей. Вещь. Пожалуйста. Контакты где, да? Сантехники, утечки искать, пожалуйста. Механики по автомобилям ремонтировать, где проводка греется, замыкается. Опять же, электрики, которые домовую проводку делают, замыкания искать. У меня был случай. У нас насос циркуляционный замкнул, и все. Домой пришли, проводкой пахнет. Я все розетки прощупал, да что такое. Вспомнил, что у меня есть тепловизор. С тепловизором я только нашел, смотрю на насос, там до 200 градусов уже раскалился. Опять же, тепловизор спасный. Плюс путешественники. Да просто можно ходить. Он топовое железо. Все игры тянет. Цена по ссылке в описании. Переходите, смотрите на данный момент, сколько будет стоить. 27-го, не забывайте, числа будут скидки. На Алиэкспресс, на данный телефон будет у нас. И на производителя сайта, там все ссылки оставлю. Характеристики, на магазин, где продается. Присмотритесь данному телефону. Неплохой, мне понравился. Но данную модель я оставлю себе, потому что тот предыдущий телефон, я его подогнал. Попросили меня с тепловизором. У меня лежал долго он, отдал я его. И хотел я доносить опять телефон с тепловизором. Тем более тут тепловизор, он усовершенствован. Не тормозит, ничего, снимает чётенько и всё. Классный телефон. Хорошая батарея. Мощное железо, что ещё надо. Все ссылочки будут в описании. Всем пока-пока. У нас тут будет до 27-го, ещё три телефона обзора. Оставайтесь на канале, будет ряд, много телефонов. Можете даже подождать, посмотреть, выбрать из четырёх, какой вам больше подойдёт. Всем пока, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.